всем привет я жду пациента у меня есть чуть-чуть времени чтобы поговорить с вами на животрепещущую тему дерматологическую сегодня называется она отрубевидный лишай если у вас по ходу пьесы возникают какие-то вопросы или просто у вас давным-давно ко мне вопрос есть не обязательно по драматологии на любую тему задавайте если знаю все отвечу и так пока каратенечко вам расскажу что такое отрубевидный лишай если вы видели когда-нибудь людей загорелых и у них вот на груди на спине на плечиках есть такие вот беленькие пятнышки то есть они как бы немножко похожи на леопардиков то это пациенты с отрубевидным лишаем как еще может появляться отрубевидный лишай виде таких красных бурых не очень ярких пятнышек кругленьких разного диаметра там от 2 3 миллиметров до одного сантиметра может быть почаще пореже область именно вот эта грудь спина и плечики отрубевидный лишай это в целом грибковое заболевание стартует она где-то приблизительно в конце пуберта то то есть девушки то 15 16 лет юноша 16 18 лет и она очень хитро это заболевание она поражает не всех людей она поражает только некоторых избран избранных во первых тех у кого есть определенные особенности сально-потового обмена и во вторых людей подверженных стрессу и на фоне острых респираторных вирусных инфекций весенний осенний период то есть вот такая вот хитростью с одной стороны якобы там инфекционная какая-то причина с другой стороны якобы она есть а с другой стороны мы видим какой-то четкий закос под особенности обмена генетические видимые явно до под факторы стресса под рисковые факторы видео рвы или переохлаждение весенний осенний период и прочее вот поэтому а заболеванием отрубевидным лишаем могут быть подвержены не все люди кто контактировал с таким пациентом поэтому если ваш любимый спутник друг там партнер подружка с которой вы ездили вместе отдыхать и жили там в одном номере в египте в турции или где-то да вот с такими пятнышками не надо у себя там что искать вот если она болеет а вы не вы нет то вы уже и не заболете едем дальше по поводу отрубевидного лишая лечится как лечится поскольку все-таки грибковые заболевания в основном противогрибковыми наружными средствами они наносятся в разных там комбинациях утро вечера день раз день два раза в день семь дней 14 дней один раз неделю полгода и так далее разные существуют способы иногда назначают допустим обтирание сборной кислотой с целью снизить потоотделение а вот тут что для себя важно понимать поскольку заболевание это с такой до конца неясные теологии то есть грибковый фактор здесь присутствует но он необязательный да то здесь очень хорошо такие иммуномодулирующие препараты всякие там микроэлементные витаминные комплексы для того чтобы поднимать иммунные силы организма и повышать стресс устойчивость раз мы установили что стресс провокатор раз мы установили что в осенний весенний период больше люди этим заболевают это все дело обостряется значит надо в этом направлении и бить первый пункт принимать общую крепляющие препараты следить за питанием чистить организм хотя бы сауной да периодически то есть хоть как хоть какими-то процедурами заботиться себе насколько это возможно и второй момент какие-то стресс устойчивые мероприятия ну и наконец самое интересное будьте внимательны к себе понятно что врач дерматолог он заточен на своих пациентов понятно что он с порога иногда видеть чем человек пришел где у кого какой пятнышко насколько она его беспокоит и насколько у него выраженный процесс вот вы конечно себя как дерматолог со стороны не видите но помните такую вещь что вот эти вот летние варианты придает человеку в такой белый пятнышко незачно прям час лишайный вот когда на фоне первого загара проявляются эти белые пятнышки все тело загорело какие-то белые очаги нет вот это леопардовая пятнистость это факт того что человек уже подлечился от отрубевидного лишая потому что для него ультрафиолет это хлеб это лечение это фактор который этот грибок так сказать дезинфицирует убивает фунгицидным таким действием ультрафиолет в данном случае его обладает вот поэтому когда вы видите человека с белыми пятнышками он уже находится в состоянии ремиссии он уже ни для кого не заразит вот это первое и второе и когда вы видите человека в общем-то вот в пятнышко особенно вот это хорошо видно когда зимой на всякие там новогодние вечера люди декольтируют белую бледную такую кожу давно не видевшую солнце и там эти белые пятна вот это как раз и есть стадия обострения вот поэтому в общем то будьте все внимательны если видите какие-то непонятные пятнышки точечки конечно лучше всего идти к врачу а сейчас в общем то есть